всем доброе утро моим подписчикам и и тем кто смотрит мой канал сегодня я приехала здесь есть некоторые тела и заодно зайду на дубровский рынок хочу сказать что здесь здесь торгуют ну кто знает кто был на дубровском рынке знают что здесь такие же практически вещи как на садоводе но здесь зато это черте города и ехать недалеко ну мне кажется что день выбор немного получше можно можно походить в тепле самое главное не то что там на садоводе там либо жара либо холод не очень комфортно но там есть конечно тоже закрытые помещения не знаю мне как-то здесь больше нравится здесь когда хочешь что-то купить то то всегда обычно найдешь то что тебе надо вот здесь есть такая одна женщина торгует не очень хороший товарах но все по волосам чем-то унигели сейчас покажу когда зайду все покажу я вот обычно здесь захожу от 15 и сразу практически попадая здесь можно будет купить фрукты интересно какие цены уже продают королёк или что я не знаю виноград тоже 250 гранат узбекистан 250 обычно здесь перед новым годом мандарины бывают не очень дорого и очень много так что вот так вот здесь можно вкусно тоже покушать очень вкусно тут готовят так вот сразу попадаем на на второй ряд на первом там не пойми что на втором вот как-то более-менее хочу то сегодня понедельник а народу здесь можно купить вот как оптом вот допустим вот такие товары все кто занимается ногтевым сервисом лак обычно эти себе покупаю ну как пастучно так и оптом можно купить поэтому волосы кому надо что еще это вот сразу второй ряд заходишь и вот украшением волосики какие-то сейчас поближе покажу что вот такие чемоданы 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 вот сейчас я дойду до нее и спрошу есть ли у нее мой шампунь я хочу сказать что да у нее шампуни конечно не дешевые цены цены соответственно и шампуни очень хорошие германские итальянские американские но это действительно потому что я уже несколько раз покупала я покупаю на маслах волосы просто шикарные конечно товары как видите здесь на любую вкус все что хотите можно купить все что хотите купить и разные украшения и всего очень много все просто изобилие так она где-то вот здесь на втором я иду где-то здесь духи такие на разве разлив так дальше вот дошла нашла добрый день пришла за своим шампунем так а где сейчас так вот вот этот так вот он мой шампунь оказывается это корейская фирма вот почему он мне понравился вот есть еще и маски такие же пришли большие это где маска вот тоже вижу да оранжевая а маска что дает питание важнее так же как и этот ну это очень большая просто баночка неудобно есть поменьше в тюбичках вот такие да варианты есть потому что вот это для своих волос есть и шампунь и маски в общем вот так все что хотите любой фирмы все 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 шампуни гелий кондиционеры маски для лица всего навалом так ну в общем что хочу сказать купила я этот шампунь эта женщина она всегда но я как бы часто раньше приезжала она всегда делает скидки я купила шампунь и еще этой же фирмы думаю почему мне понравился этот шампунь он оказывается корейский корейская косметика вообще очень славится своим качеством вот и что еще хочу сказать такую же маску и раз в неделю на волосы наносят и сегодня она мне сделала подарок подарила косметичку мало того что она делает скидки всегда еще и ну делает какие-то маленькие приятные подарки обычно дарит маску для лица сегодня подарила косметичку какое платьица мне надо еще пойти на пятый ряд там ну тут италия турция нет но тут турецкие вещи очень хорошие на пятом ряду я сейчас обязательно к ней подойду к этой женщине она действительно привозит вещи из италии и вот нам нет джинсы из италии костюмы у меня есть маечки из италии это я все у нее брала так что сейчас посмотрим что здесь в тренде как говорится на рынке тут обычно как заходишь вот на первый ряд если ты что-то увидел это все это по всему рынку мне здесь вот как бы нравится вот такие такие мягенькие такие пледы здесь очень красивые такие же как в турции и цена кстати вот как одеяло наверно вот такие какие пледы все красивые и цены у них он 2 500 3 500 вот так я уже спрашивала ну пока ничего такое не вижу что что у них сейчас в тренде на этом рынке у них обычно ну практически у всех вещи повторяются какие-то нас свитера какие-то вот такие с этими буквами вот смотрю с рисунком наверное ну-ка сейчас пройдем посмотрим вот очень много кофе по три тысячи когда в турции покупаешь что ну-ка вы там сейчас пойдут и смотрю это такая улала тоже итальянский такой да такой мягенький я думала он с маечкой а он только 14 500 а еще есть какие-нибудь такие цвета цвет вот плохо что вот не передает цвет у меня в общем уже практически зимний ассортимент обуви конечно всегда очень много здесь я допустим только торговых центрах покупаю обувь потому что на рынке очень редко не знаешь какого она качество это обувь в основном все китай китай и малак хороший так это у нас 4 это мужское мужское нам не надо вот здесь вообще вот очень для кого столько обуви вообще непонятно не знаю пока он покупает конечно какие-то шутки дубленочки пожалуйста нам не ничего не надо из дубленок не все есть и и шубы и пальто и вот костюмы тоже по три тысячи ну допустим не нравится они по качеству они какие-то не такие вообще какие-то очень плотные такие вот надписью смотрю вот у многих вот такой свитер розовый сейчас я спрошу а сколько такой розовый свитер а это чей он китай фабричные можно его потрогать а он вот такой тоже тепленький мягенький уже который раз иду встречаю я же говорю тут если что-то новое завезли то это будет повторяться и повторяться и сразу видно что новое на рынке какой-то товар новый потому что когда он повторяется значит только привезли вот такие пальто сейчас я чтоб не поближе вот так делаю и отойду все теплое с павильон с платьями такие тоже не знаю кто их носит там тоже куртки все это в общем я приехала только из-за шампуня сколько всего так это женский магазин так интересно сейчас одно платье спросила но видно что она маленькая она мне говорит растянется по фигурке но это как вот здесь вот такие все продавцы ты спрашиваешь ну как бы свой размер а тебе говорят да нет а вы померите да она на вас растянется это вообще но это наверное везде такие такие продавцы им лишь бы продать вот эти толстые костюмы вот женщина меряет жилетку когда-то вот она кстати меня не было размера хотела купить вот так сейчас дойдем еще еще надо дойти пятый ряд нет когда ты здесь была тоже обувь настоящая итальянская тоже не знаю лет наверное 7 назад интересно было еще более-менее ходить сейчас все что не спросишь китай фабричный китай фабричный все кстати зонтые очки тоже можно купить так здесь музыка вещей хожу за вкусно пахнет чем-то тут он безумно много кафешек можно пообедать с собой никаких только нет уже пахнет на весь рынок какие мизерные когда-то такой покупала я в израиле она же старенькая она вешается через плечо очень красиво у нас тут написано цена 16000 я покупала за 100 шекелей это 2000 наши очень интересная была сумочка вот такие сумочки парфюм очень интересная парка да это парка или а сколько такая стоит а а кто это производит санкт-петербург а санкт-петербург а санкт-петербург интересная такая но санкт-петербург у нее качество такое не очень сверху и потрогала а какие свитерочки вот а джинсы так и и не привозили вы да вот эти вот джинсы когда получили а темные нет мы тогда с ней вот разговаривали про светлые угу не было да светлых нет светлые не будем еще получать а вы не мерили вот эти такие вот такие не нет 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 такие точно не хочу так в общем приехала на свое метро пошла с рынка ничего там не нашла кроме шампуня приехала к себе и что-то меня так насмешили сейчас зашла в парикмахерскую ну периодически там да челку постричь спросить она меня вообще просто убила у них раньше челка стоила 300 рублей просто постричь челку сейчас говорит 500 я просто в шоке я не ослышалась ну вот реально люди есть ну особенно в таких маленьких городах на 500 рублей могут пойти там продукты купить на семью могут такие я знаю такие семьи которые действительно могут а это челку просто постричь три секунды я конечно все понимаю нет у них мастер очень хорошая поэтому я только к ним всегда хожу вот вот так ну в общем и в целом съездила на рынок прогулялась погодка чуть-чуть налаживается ну слава богу что нет дождя все так по осеннему красиво травка зеленая все очень достойно вот на этом твое маленькое видео сегодня я заканчиваю всем удачи и позитива и до завтра пока 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 пока